Доброе утро, все! У нас завтрак. Посмотрите, какой шикарный, сытный, красивый, аппетитный. Макароны, яичница с помидорами, зелёным луком, колбаска, шпинат, базилик, красный ягод, боярышник. Есть у нас яблочное пюре к чаю, сгущенка и мёд. Производство Белгорода, решили попробовать. Да нормально. Наша белорусская вкусная сгущенка. Ну, думаем, возьмём, знаете, где взяли в Фикс Прайсе? По 2 рубля баночка. В Белгороде вообще молочная продукция хорошая. Попробовали. Хорошая, мне понравилась. Спасибо Белгороду. Что у нас? Мёд есть? Мёд, да, обязательно. Мёд. Видите, даже написано, и бочонок. Мы сейчас позавтракаем, и потом я отвечу на некоторые вопросы. Ну, не вопросы, а вопросы порассуждаю. Нам много комментариев написали по поводу ремонта дачного домика. Или сейчас сразу в двух словах скажу. Посоветовали. Да не заморачивайтесь, обои вы поклейте. Ну, это, наверное, новички такое пишут. Вы же знаете, какие обои в дачных домиках. Поклеишь, и они всё отклеятся. Это надо ходить всю зиму, каждый день топить печку. Дрова дорогие, вы немножко тоже включаете, так сказать, свою фантазию. Какие обои. Это если был дом отапливаемый, обои отклеиваются дома. Дом у нас зимой сырой, стены сырые. Поэтому мы покрасили. Будем вам всё показывать. Мы уже почти там, почти всё сделали. Саше осталось докрасить немножко возле двери, подштукатурить. А вообще уже у нас ремонт, так сказать, на, наверное, процентов на 80 сделан. Правда? Ну да. Просто у нас с задержкой все видео. Ещё нам пишут. Рекомендуют. Что нам ещё рекомендуют? Вы покрасьте тем-то да тем-то. Какая-то бумага есть. Не знаю. А не как обои. Нет, это советы нам не нужны. Не нужны советы. Идеально надо стены подготовить. Вот как есть, так и есть. Это, правильно Таня говорит, это не дом. Мы покрасим, и всё будет нормально. Да. Стены у нас, в принципе, ровные. Там не такие уже колдобины, как на дорогах. Только краска берётся вот так. Её пробуешь, она остаётся на одежде, на пальцах. Старая краска. Да, и не смывается. Её моешь-моешь, она всё равно берётся. Так что... Со стен смывайте всё. Если поклеить обои вот на эту вот краску, оно всё отвалится. В общем, мы сделали так, как правильно. Так, как будет красиво, комфортно и качественно. Свежо, чисто. Свежо, чисто. Ничего не красится. Вот так вот я рукой потрогала эту красочку. Она даже вообще не берётся. Ну, старая краска, ей много лет, 20 лет, может, 25 лет. Это уже всё из жила. И надо всё это менять. Ну вот, пришло время. Нас всё зрители торопили, торопили. Что вы за люди? Вы не можете сделать ремонт. Вот не можем. А сейчас пришло время. Мы и сделаем. Всему своё время. Как я люблю говорить. Тише едешь, дальше будет. Ещё нам подсказала одна зрительница, посоветовала. Сделайте деревянную пристройку. И будете там жить. Вы вот подумайте, деревянная пристройка, где у нас тысячи долларов. Вы нам дадите тысячи долларов. Где её делать, эту пристройку? Где её делать? Самое главное, для чего? Для чего? У нас домик есть, жилой домик, мы там живём. У нас хороший, большой второй этаж, высокий. Вот там надо, да, подделать. По плану у нас там будут кровати, спальня, всё там. А это городьба, это вот городьба пристройки. Мне это не нравится. Ну, это как колхоз, на горе колхоз, под горой колхоз. А чтобы сделать красиво, надо большие деньги. А у нас денег больших нет. У нас два дохода, моя пенсия и Саша на зарплату. Далеко на этом не уедешь. На деревянной пристройке денег у нас нет. И они нам, в принципе, и не нужны, эти пристройки. Мы сделаем там, Саша сделает со временем. Красивое что-нибудь с крыльцом. Это всё потом. А пока у нас задача номер один. Самое главное. Сделать ремонт в домике. То, что мы и делаем. Ну, вообще, всем спасибо, что вы пишете, советуете. Мы читаем, к чему-то прислушиваемся. К чему-то прислушиваемся. На какие-то комментарии. Ну, прочитали, да и прочитали, да и забыли. То, что нам не надо. Бывают всякие советы, нужные, ненужные. Но всё равно пишите. Что-то мы, может быть, и извлечём из ваших умных комментариев. Всем до скорой встречи. Приятного аппетита. Я пью чай, Саша пьёт кофе. Саша варит кофе вам. Саша варит. Надо выключать. Привет, ребята. Мы уже... Всем добрый день. ...на своём объекте. Сегодня погода вот такая. Прохладненькая. Значит, можно мне посидеть будет на грядках. А Саша, наверное, в доме будет попашить. Может и полежать. На грядках. Если было солнце, можно было полежать, позагорать. Так что приглашаем вас поработать вместе с нами. Я сегодня, как всегда, буду, скорее всего, в комнате. Мы потихоньку продвигаемся. Надо доделать печку. Вчера привёз я клеевой этот штукатурный состав, на которую я кладу плитку. Ух, Горыноч. И вот потихоньку, потихоньку, но мы движемся. Хочется доделать, чтобы уже не было хвоста. А то всё вот как-то... Ну, бывает такое. Начинаю, и что-то мешает. Раз... Да это не только у нас. И остался хвостик. Я всё время говорю. Тише едешь, дальше будешь. Всё. Правильные, умные слова кто-то придумал. Кто там свистит? Сосед, что ли, котов гоняет? Да нет, это птичка, наверное. Ярвишки у меня шикарнейшие. Так. Эх, подружка, глянь. Ну, мужик. Так, чё. И что я сделаю? Обломать, наверное. С той стороны надо тянуть, Таня. Сейчас я заправлю тянуть. Или дай, я за... Она уже всё равно не вырастет. Вот мешает хвостик. Сейчас мы... Всё, иди домой. Иди домой. Это надо вообще отломать, чтобы вот эта тыква росла. Где вы пернатые хвостатые? Где они? Сейчас примчался. Всё раз с магазина приехал, сразу фантик смотрю, от гидрофора бежит. Эти откуда-то через дорогу. Сосед печку топит пластмассовыми бутылками. Да. Сейчас будем задыхаться. Слава богу, ветер хоть туда. Гляньте, чё. Ваня? Шиповник, шиповник. Всё, зашли на дачу, закрылись как положено. Что там, Танечка? Смотрю. У него тоже цветов полно, ещё он гладиол. А я спрашиваю, для тебя цветут гладиол. Да, классное общение у нас. Уже отцвели, вон один. Общение класс. А может это не гладиол. Алло. Саша, привет. Смотрю, у соседки цветы красивые. Давно у него в гостях не была, надо будет сходить. И гладиолусы повыдёргивать. У него гладиолусы красивые, жёлтые, высокие. Всё, грушки вон у них висят. О, идёт подружка. Первый пошёл. Первый пошёл. Привет. Кузька. Так, следующий. Следующий сейчас нарисуется. Где Монечка твоя? Не заставит себя ждать. Она сытая, глянь, она к сумке не лезет. Здесь, наверное, Тамара. Тамара ночует, да, что-то. Она сытая, да? На тормозе на каком-то. На корме, ага, смотрит тебя. Сейчас всех позовёт. Ты спала, что ли? Когда она голодна, они лезут. Или спала, или объелась. Монька идёт. Монечка. Вы у Тамары, что ли, ночевали? О, ну у неё у Монечки есть чуть-чуть животик, значит, сытые. Монечка. Нет, нет, да, что-то ленивая она. Сытые. Тамара, наверное, здесь. Малой. Моня. Моня. Как вы понимаете, на даче отдыхать не получается, значит, будем, как всегда, работать. Погода, как я говорю, благоприятствует этому. Всё хорошо. У нас ещё пару яблок осталось. Пару яблок упало. Пару яблок ещё висит. Так, что тут у нас? Ой, какие красивые. Просто душу радует всё это. Ну, ещё десяток на дереве есть. Коська, ты что, ела, что ли, уже что-то? Я их колбасу. Таня уже урожай насобирала. Айва падает. Могла бы она ещё, конечно, повисеть. Айвушечка. Собрали яблоки, попадали и айва. Хотя айва могла бы ещё и повисеть. Ну, что-то видно от ветра, от дождя. Падает, падает. Мы вот всегда собираем. Монечка. Красушенька наша. И ты ела, что ли, уже что-то? А как же я их кормила? Сейчас молока налью ещё. Котёныш, куда пойдёшь жить? Кому? Белые туфельки у него. Как она её мутузилась? Чё ж у нас скачали? Так, на кухню. На кухню. Оля, на кухню. О, они в колбасу сколько они не хотят. Ну и не надо. Ну всё, мы уже поработали. И идём домой. Идём домой. Начало видео пришли, конец видео. Всё, уже поработали. Ещё осталось мне поштукатурить, там как, где у нас, где готовится еда. Где чугунные вот эти вот решётки, да, стенки. Саша всё аккуратно так сделал, красиво. Остальную плитку всё выложили. Осталось фугой ещё замазать. Ну, а у меня грядки прополола. Немножко грядку эту большую остатки. И уже у меня следующая работа заниматься клубникой. У нас пока тепло, поэтому буду пересаживать клубнику. Кто там за тобой, покажи. Кто? С Муськой? С Муськой. Две барыни. Они сегодня на два двора у нас ели и к Тамаре ещё ходили через туда, через участок. А я смотрю, Шунька что-то принесла. Смотрю, Шунька принесла. Кусок мяса что-ли какой-то. Голову от курицы Тамара, видно, принесла им. Да, молодцы. Сытые они. И они носят через участок соседний. Это участок таможня, таможня, они через таможню. Не деритесь, не деритесь. Ну-ка не трогай Мусью. Тише, тише, тише. Всё, нет, Куся. Не надо. Она лупит, вот эта Куся, она кусается, дерётся. Не трогай Муську. Вроде того, она старшая. Всё, всё, обиделась. Иди к Монечке. Иди, иди, гуляй. А где беляшок твой сегодня не приходил? Не было, Беленька? Беляшка не было. Все приходили, котята. И рыжие. Все. И чёрненькие. Кроме беляшка. На даче свои коты. Возле подъезда свои. Маркиз. А, Маркиз? Каня встречает. Котик. Толстый. Толстый. Субтитры подогнал «Симон»